новая неделя мы снова выпускаем кракена и с нами снова гость в этот раз это хендрик доносевич президент латвийской ассоциации торговцев неизменный ведущий я евгения шафранок александр шунин и в этот раз мы снимаем в арт-галерее музеем улв которая открылась работает в обычном режиме можно посмотреть выставки на первом этаже деталусы моя любимая наверху выставка распродажи 100 на 100 и хочу подсказать что адрес помпура 2 спасибо все погнали по новостям у меня есть начнем с хорошей новости во первых наконец-то открылись торговые центры открылись музеи разрешено собираться ходить отдыхать и белочки мартини но самое главное что культурные мероприятия теперь будут официально разрешены тищенко да я слышал слышал и возвращаясь чуть-чуть назад про открытие магазинов огромное спасибо нашему гостю в общем-то заслуга хенрика в том что открылись эти торговые центры борьба длилась сколько год наверное за эти квадратные метры за эти этажи за площади за прочее спасибо довольны я считаю что предательство могло принять и могло бы принять раньше но честно говоря чиновники предбанники правительства придержали это решение дольше чем надо было даже по их мнению потому что был этот магическая цифра 320 и мы предложили что давайте если будет ниже 320 они примут но они не пустили а встреча не было 309 то есть если послали бы на кабмин мы открылись бы уже на неделю раньше иной раз чувствую себя обделенным зачем нужно было постоянно перестраховываться зачем нужно было в чем была их логика чем они аргументировали те же самые квадратные метры такого как у нас не было нигде в европе я считаю что у нас не было этого баланса который определила мировая организация здравоохранения что должен быть баланс между экономикой здравоохранения нет значит и не было а у нас что получилось что вот здравоохранение тут а экономика там ну типа давайте будем брать в долг а экономика уже как-то кто умрет тут умрет большим мы поможем но отдавать все равно надо из экономики которая не работает и как можно оценить потери вот за эти девять месяцев мне кажется что было редкие правительства которые думали что будет заемами через пять лет мягко скажу так я думаю что конечно кто-то задумывался мы на те которые задумывались не имели такой силы противостояния блоку паникерства или не умение организовать своевременно достаточную базу больничную базу для резерва так сказать здравоохранения чтобы достаточно койко мест которые обеспечены для лечения больных ковидом и конечно то что очень поздно началась вакцинация я не знаю я вот сегодня второй раз вакцинировалась поэтому я буду если надо выпадать из беседы это просто побочка не обращайте внимание что сейчас представляет собой быть торговцем в латвии насколько они сейчас вообще могут подняться насколько реально реабилитация или мы будем эти последствия черпать еще долго ну надо сказать что торговец торговцу рознь и поэтому пострадали только но я считаю что в основном это отрасль моды и тому подобное но те магазины которые были закрыты потому что латвия все-таки маленькие рынок и наши торговцы не могут создать реальную платформу онлайн-продаж потому что это очень дорого зачем дигитализировать что-либо в латвии когда можно просто сделать еще одну платформу прямо на вакцины ну да они просто эти деньги пустили на собственную несколько платформу все он и ты и по шее твою при обмене создали такую экспертную группу во главе там ким господином вейспорисом под его руководством группа приняла такое решение что знаете сфера услуг для латвии не нужна она не важна поэтому все ограничения которые связаны с этим но мы переживем ничего не случится и вот это 30 процентов у нас занятых чиновников примерно 40 процентов в сфере обслуживания эти 40 процентов на фиг никому не нужны чиновники нужны ну это само собой это сон какой-то в даговской волости на тысячу пятьсот занятых частной сфере две с половиной тысячи бюджетных работников я думаю что просто на это можно заканчивать и в стране мы тоже давно превысили равновесие я не имею последние цифры но я уверен что бюджетных работников где-то на 30 процентов больше чем людей которые создают добавочную стоимость вот это вот странное решение помните запретить продавать там носки и трусы вот это вот вы открыл утром просыпаетесь открываете новость а там можно продавать например алкоголь но нельзя продавать носки ваша первая мысль и с вами с торговцами это согласовывал кто-то конечно нет ни одни решения которые вот пограничением создавал министерства не было согласовано с нами и редко которые было заранее предупреждено то которое было пограничением товара это было ну скажу честно тупо чиновническое решение есть классификация товаров он не потому же нам кода а по сути о наши чиновники из-за своей извините ограниченности и они что взяли они взяли таможный классификатор решили это да это не то это И тогда получились эти разные глупости, что там была полностью чепуха, и ни в одной стране не было такого деления. А наше Министерство культуры поддерживает такую группу рыбалки, те натравили на меня, сказали, что я вру, что в других странах нет таких ограничений, что у нас не было сортировки товаров, предела группы, что можно, что нет. И там написали, что Данисеевич врет. Я сейчас подал, кстати, в совет по этике, не знаю, чем закончится, но это свинство, что за государственные деньги травят людей, которые добровольно стараются, ну, интересы государства. Если чиновник некомпетентный, его надо менять, правильно? Это, видимо, и происходит в правительстве. Скорее не трясение, у нас покачнулись кресла, полетели головы. Ну, я переживаю за своего любимого Гиргенса, он мне нравится больше всего. Потому что мы не знаем, когда выйдем, и какая ситуация будет на тот момент. Но все равно понятно, что КПЛВ выбросили из правительства, тут все равно, что ничего не изменится. Ну, дурак гадал, ну, честно. Девушки, уймите вашу мать! У нас один из наших членов организации является членом КПЛВ. Тогда, когда он рассказывал, как они внутри дерутся, одни отменяют других, другие другое. Понятно, что эта партия развалится, и что там нету никаких перспектив. И поэтому было понятно, что кто дальновиднее или кто более нестабильнее, тот будет думать, куда уйти. А мы вот гуляем до сих пор. Про Рейнбуха. Не знаю. Да ладно. О, так мы сейчас и расскажем. Виталия Рейнбуха снова сняли. Давайте, отойдите подальше. Что само по себе не является новостью? Он как-то по кругу идет. Работает, его снимают, работает, снимают, работает, снимают. Туда-сюда, туда-сюда. Там через суд, через профсоюз, через какое-то время его восстанавливают, потом опять снимают и так далее. Тут на днях прилетело, что оказывается, еще весной, вице-мэр Вилл Эскирсис с замом исполнительного директора. Они как-то втроем созванивались, созванивались. И мягко Виталия подводили к тому, что, мол, мужик, ты давай, либо сам уходи с этой должности, у нас есть человек, мы тебе найдем другую, уровень пониже, зарплата повыше, договоримся. Либо, ну, причину найдем, сам понимаешь. Ну, так как его все-таки отстранили от должности, видимо, он не принял первый вариант, но зато каким-то мистическим образом в распоряжении газеты ДН оказались распечатки их телефонных разговоров. На что Вилл Эскирсис сказал, что это полубандитские методы и что явно слил сам Рейнбах. Но кто же его знает? А у меня больше в этом... Теперь коррупционный скандал. Должен был бы быть. Саскаря, которая годами тоже пыталась избавиться от Рейнбаха, ну, был такой период, теперь топит. Что это такое? Как же так? Человек работал. Я быстро, я только переобучу все. Да здесь дело не в этом, меня больше всего поразила, во-первых, тишина в СМИ, откровенно, абсолютно, потому что... Ну, не знаю, мы вот на Минжерик Хаббасе... Хорошо, вы написали, да и она опубликовала. На Долфях была тишина, по крайней мере, до сегодняшнего дня, мы пишем все в среду. На ТВ-нете, разумеется, тоже тишина. Вообще, как-то все это... Я прям не поленилась, я пошла в твиттерок нашего мэра, Стакиса. У него, значит, в самый разгар скандала опубликовано, ура, в Риге родилась стройня. И через примерно 4 часа, то есть, когда уже скандал разошелся по всему фейсбуку, он разошелся везде, где только можно разойтись, по блогам и так далее, он написал, какое чудесное, начинается лето, давайте сделаем Ригу дружественной этим летом. То есть, когда, значит, Лукашенко, вообще с ирландского самолета, который летел из одной страны, который к Латвии не имеет никакого отношения, в другую страну, которая просто немножечко соседняя с Латвией, у Стакиса через 2 часа был нужный флаг, он уже все снял, СМИ подключил, в твиттере написал, живе Беларусь, всех подключил, пару митингов организовал, тут прям человек поработал. А тут коррупционный скандал у тебя под носом, а что? У нас стройня родилась. Боже, как в детском саду. Я проверил специально во время твоей тирады, да, действительно, до сих пор никаких обновлений. Причем, не просто давайте Ригу сделаем краше этим летом, а начинается, что рижские департаменты, и там дальше идет перечисление, кто еще активно в едином порыве, так сказать, работают, чтобы сделать Ригу лучше. Да, они на самом деле работают в едином порыве, поэтому половина города стоит. Только я сунулся, нет, я понимаю, нужно делать окружную дорогу, чтобы фуры объезжали, об этом, правда, уже говорят не первые десяток даже лет, но вот наконец-то что-то копают, и мне тут в прошлую пятницу или субботу, Богом клянусь, понадобилось съездить в Пурсэмс, я ехал час. Я стою, у меня просто два слова, просто не забыл, я фразу хотел закончить. Вот человек уже дрессированный зумом. Готов двумя перстами креститься, и я сразу понял. В этом году уже не было очной учебы, поэтому не было пробега. А вот мы нашли к Шуплинской. Ну да, но здесь, я вообще думаю, если мы говорим об открытом городе, нас сейчас общественное время собирали, мы высказали, давайте обсудим это. Уже полтора месяца прошло со встречи, кстати, ничего не двинулось с местом. Реально было бы, что давайте обсудить с жильцами, как развивать город. Мы живем в центре, нам говорят, мы в ваших интересах закрыли это, это, это. К школе не подъехать целые полтора месяца. Это вообще ни разу не мои интересы, никто моими интересами не поинтересовался. А знаешь, что интересно, я спросил, почему деревья обсуждают, а улицы нет. А потому что в законе не написано. Я говорю, а вам сложно самим? Но в законе же не сказано, что нам это надо делать. Отличный подход. Отличный подход просто. Шах и маг. Ура, товарищи! Тем не менее, велоэксперименты начата, которые были аргументированы в том числе, большей в дальнейшем пользой для торговцев. Улица станет поспокойнее, на нее вернутся люди и, соответственно, вернутся торговцы. Как по мне, все работает вообще наоборот. Конечно. То есть есть инфраструктура, идут торговцы. Конечно. Нельзя делать что-то. Вот это как министерство экономики. Мы сделаем для вас. Нам не надо, чтобы вы делали так, как вы хотите для нас. Вам надо, чтобы вы сделали так, как мы это видим. Тут упоминали Шуплинскую. Шуплинская у нас тоже, скорее всего, будет уходить. На ее место планируется Аня-то Муежнеция, что пока неоднозначно. Кто-то говорит, что Хренридски не слаще. Но тем не менее, посмотрим, что будет дальше. Но Шуплинская говорит о том, что Новый год в школах начнется очно. В этом, в принципе, мало кто сомневался у нас. В этом-то году учебный год начался очно. Нас просто очень быстро посадили дома учиться. И все говорят, давайте мы сейчас вакцинируем детей. Вакцинация уже разрешена с 12 лет. С 14 лет дети могут вакцинироваться уже без разрешения родителей. И тогда будем учиться в школах. Что меня в этом во всем смущает? Во-первых, если дети с 14 лет вакцинируются без разрешения родителей, разгребать последствия будут всегда родители. Во-вторых, с 12 лет тоже. У меня ребенку 12 лет. И вот мы как раз сидели с ее папой и думали, вот надо, не надо, решили, наверное, ближе к Новому году посмотрим. А тут вот я быстренько закончу. А тут ведь о чем идет речь? Что если мы детей всех вакцинируем, то, соответственно, школа откроется, мы сможем беспрепятственно учиться. Во-первых, что значит привить всех детей? Вы это себе как представляете? Вы со взрослыми-то справиться не можете. Теперь, если они их не привьют, да, они заставят, во-первых, не проводятся никакой информационной агитации. То есть я ничего не знаю. У меня ребенку 12 лет. Я не получила никакой информации. Если у вас ребенок 12 лет, прочитайте информацию, вот такие побочные эффекты, может быть, то. Я ничего не знаю. Сама организация этой массовой вакцинации детей, она, в принципе, на мой взгляд, конечно, обречена на провал. И, соответственно, 1 сентября мы что получим? Часть детей может уйти, часть детей не может уйти. Это противозакон, это противоречит Конституции. Запускать всех детей, и потом ежедневно проверки будут? Но сколько у нас учеников? Я даже не знаю, 1200, наверное. Всех будут проверять? А до 12 лет тоже проверять? Или их не надо проверять? Это какой-то хаос. У них сейчас массовой вакцинации во всем этом процессе царит дичайший хаос. Я думаю, что у нас идет правительство сейчас по пути, что зачем пропаганду, если можно заставить? Ну, не надо рассказывать родителям. Просто примут там решение, что 12 лет нельзя это. И вы сами уже будете решать, надо пропагандой. А если не будут брать, отключим газ. Несколько уточняющих моментов. Во-первых, таких детей от 12 до 15 лет, они посчитаны, их 80 тысяч. Сейчас идет вакцинация 12-15. Только. И одной вакцины, Pfizer. Я совершенно с тобой согласен. Ноль какой-то рекламной кампании, никаких побуждений и так далее. В первый день вот этой вакцинации, возможной детей и подростков, мы связались на радиоболтком с представителем бюро вакцинации и задали пару вопросов. Это замечательный юный ученый, Никита Троянский, с которым мы связывались еще до его начала работы в бюро. Он прям классный парень. И, кстати, он на этой неделе заканчивает работать в бюро. Какая потеря для общества? Я конкретно задал вопрос. Будет ли какая-то сегрегация? Наступает 1 сентября. Привитым детям можно сесть за парту, непривитым что? И он мне отвечает. А это никто еще нигде не обсуждал. А мы не знаем. Никто не знает, как будет 1 сентября. Будет ли вообще 1 сентября. На календаре оно, конечно, оставит. На календаре кореньше. Днемся к моему тезису, что не надо думать вперед, надо ждать, какое будет решение правительства. И тогда поступать так, как надо. Обещали нам, что будет всем одинаково. А сейчас что сказали? Вы идете в ресторан с ребенком. Если ребенок не вакцинирован, вы должны перед тем, как пойти в ресторан, сделать ребенку тест, что он здоров. Тоже, на самом деле, непонятная история. То есть, либо ты делаешь тест заранее. Это стоит, скорее всего, денег. Потому что это не тот случай, когда бесплатно. 35 евро. 35 евро минимум. Либо, например, рестораны должны на месте делать экспресс-тест. Но это все равно 15 минут. То есть, плюнул, стоишь и ждешь. 15 минут. Вот же неловкость. А все говорили, что у нас в Латвии жить скучно. Ну, где же скучно? Посмотрите, сколько интерактива. Давайте о хороших новостях. Можно еще смешить? Рассмешим. Обсуждали в последнем УВГ. Что делать, если... Ну, можно сейчас собраться, там, 12 человек или 10, вакцинированные. Приходят 13-й или там 11-й, не вакцинированные. И присаживаются к столу. Какие юридические последствия? Этого наказывают за то, что он как 11-й присел, а тех 10, всех 10, наказывают за то, что они приняли невакцинированного к своему столу. Ну как, эти 10 им статья за недонесение. Каждому? Ну, да, за умышленное заражение. Просто прекратите, ребята, прекратите показывать. Сейчас мы будем молоточком. Следующего вводить подсудимого. Перестаньте, чтобы вы им идеи-то кидаете. Про Лидо. Как, в смысле, хорошее новое? А ну, спиристонское, контрольный пакет купил эстонский. А как вы думали? Они получили огромнейший кредит от Алтума. Их член правления был консультант независимый в Алтуме. Они получили большие деньги на это, в Дикстан. Ну, значит, все нормально, там финансы все подбили, отдали и получили деньги. Кирсон с красавчиком. Ну, обидно просто, что такой бренд действительно созданный здесь, местный, в десятилетия тоже просуществовавший, и тот опять не латвийский. Он же давно уже был под фондом. Конечно, давно не латвийский. Так, эквилибристы и пофигисты, убрать ваш номер? Да убирать! Ладно, хорошо. В Латвии открылся первый свой тикток-дом. Вот так вот. Теперь блогеры, они разбросаны по городу бесхозно, а заняты в монтаже и съемках видеоматериалах. И они, между прочим, были в гостях на радио Болтком. Ну и как они там себя... Ты знаешь, ребята на самом деле хороши. Я, естественно, предварительно посмотрел, чем они там занимаются. Полный для меня бред, например. Ну, это тикток. Извините, что на вас буду показывать. Ну, скажем, я стою... А, нет, давай наоборот. Ты, главное. Ты стоишь, у тебя в руках пучок сосисок. И ты по очереди Хенрику, и мне их в рот кидаешь. Да! Какая разница? Ну и вот теперь вот есть основатель, есть продюсер. Вы точно продюсер, который занимается этими ребятами. И вот они тут будут что-то творить. Они творят уже не первый месяц. И на самом деле большие умнички. Я говорю, мы с ними общались в прямом эфире. И в живой человеческой беседе они гораздо, ну, с позволения сказать, ребята, извините, умнее. Ну, я же вас хвалю, поэтому вы гораздо умнее в живом общении, чем вот так вот смотреть на эти ролики. В конце концов, везде есть, а у нас не было. Теперь у нас тоже есть. Мы тоже молодцы. А то мы всегда отстаём от всех. А в Эстонии маски, между прочим, разрешили снять. Почему нам-то нельзя? Почему мы всё время позади где-то плетём? Дом у нас позже всех. И маски у нас слайд. Какая у тебя побочка, Женя, интересная. Извините, пожалуйста. Крымдачиха. Я на самом деле сейчас очень быстро говорю, потому что после первого фазера у меня были такие блок-ауты лёгкие. Я забывала слова, поэтому сейчас я пока помню предложение, стараюсь его быстренько сказать, чтобы не зависнуть на половине фразы и не удлинить нам съёмку. Это весь секрет. Я думаю, что это всё-таки результат трансформации образования не в лучшую сторону. Потому что люди... То есть сейчас про меня? Да. Нет. Что мы идём по пути упрощения, и обучение появляется такое клиповое. Что-то такое. Хоп! Маленькое научили. Вот яблоко зелёное, оно оттуда. А нету такого... То есть это не причина, а следственные связи, да? Да. Я думаю, что это такая общая глобальная тенденция, где государство должно противостоять и давать какое-то равновесие к этому. Это так же, как в торговле, извините, что большие концерны уничтожают всё маленькое, если маленьким не... Как и в природе. Окей, бумер, я жду комментарий. Окей, бумер. Вышла история культуры Латвии. Вы спаритесь, написал. Очень. Монументальное издание, в котором принимало участие 20 авторов, использовано тысяча фотографий. У меня теперь два вопроса. Сколько это стоило и где это можно посмотреть? Бешеные деньги в центральной библиотеке, как и называется, можете пойти, вам выдадут. Замок свет. Что хорошего в торговле происходит? Хорошее то, что, во-первых, мы сейчас открылись все. Ну, конечно, как кому, но думаю, что большинство в торговых центрах выжило. К сожалению, в торговых центрах тоже было разное отношение. Кто давал арендатору скидку, кто нет, а государство дало поддержку только торговым центрам, арендаторам не давало. Но положительное то, что после этого я связался с министром, который исполняет обязанности министра экономики и с министром, который выполняет обязанности министра экономики, но не является министром экономики. И они дали зеленый свет, и уже сегодня было совещание в министерство экономики, где мы и ждем вперед к тому, чтобы снять эту норму с глупых 25 квадратов на 10. И второе, мы идем на то, чтобы не было бы раздельный вход-выход. И, конечно, это глупое правило, что по магазину надо передвигаться с корзинкой. Ну, ты зашел в обувной магазин или рубашку купить. Вот ты идешь с корзинкой, ну, рубашку купить. Смешнее, когда ты заходишь, чтобы снять деньги в банкомате. Нет, ну... Берешь корзинку. И это прям чувствуется такой вот поток оптимизма. А еще в торговом центре мне рассказывают, заходишь в торговый центр, берешь одну корзинку, а заходишь в магазин какой-то конкретный, берешь еще вторую корзинку, потому что там нельзя тоже без корзинки входить в их магазины. И поэтому ты ходишь с двумя корзинками. Вот представитель Министерства внутренних дел сказал в полуофициальном разговоре, что они за это не штрафуют, потому что это действительно глупо. Ненужное правило. Им главное, чтобы было количество людей, а не то вошел в человека с корзинкой или без. У нас есть какая-то офигенная, смешная новость или позитивная, которая не забыла озвучить? У нас есть такая дурацкая позитивная новость из города курорта Сочи, где... Опять? Что опять? В прошлый раз там собаку покрасили, чал-чал покрасили в панду. А точно. Ты ее же хотел... Сочи, нет, Сочи продолжает сжечь. Там на пять суток в местный околоток посадили ослика и лошадь. Аниматоры в костюмах соответствующих, как было в протоколе написано, ну там передавали всякие российские порталы, в агрессивной манере зазывали фотографироваться со своими персонажами в полный рост. В случае отказа материли. Я молчу. На этой... Молчу. Ударюсь сейчас, тебе клянусь. На этой позитивной ноте мы заканчиваем наш очередной выпуск «Выпускайте Кракена». Вращаемся с нашим прекрасным гостем. Сегодня у нас был Хендрик Доносевич, президент Латвийской ассоциации торговцев. Мы ведущие Александра Шунина, я Евгения Шафранок и с нами наш оператор от Бога Владислав Чернов. До свидания.